Ну что же, всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как сделать безе без сахара. Сразу у вас может возникнуть такой вопрос, а как это безе без сахара? Но сами понимаете, если вы решили по каким-то причинам есть без сахара, то это неспроста. Либо у вас начались проблемы со здоровьем, либо вы сели на здоровое питание, на диету. Так что, так как у меня целиакия, я не ем сахар. И вот придумала такой рецепт безе без сахара, чтобы хотя бы, сидя на диете, радовать хоть как-то организм. Вот, я еще это безе называю не только безе без сахара, но и сдувающееся безе. Все это вы увидите в процессе, когда я буду готовить. Такая интересная готовка получается. Но достаточно вкусная и приятная еда получается. Правда, в связи с моим заболеванием, я могу есть яйца не всегда, только в период, когда у меня налаживается работа кишечника. Вот, а когда идет обострение болезни, конечно, я яйца не ем. Ну, во-вторых, в целиакии перекрестные реакции на яйца, поэтому ем я их не всегда. Но, когда получается, приятно себя порадовать. Так что, и всем, кому интересно то, что я приготовлю, смотрите, сейчас будем готовить. Начинаем. Итак, я отделила белки от желтков. Кстати, забыла сказать, мне на два противня потребовалось 6 яиц и 6 бананов. Ну, это вы можете сами манипулировать, как захотите. Больше бананов, слаще, поменьше регулировать сами, как вам нужно. Можно сделать 5 яиц и 4 банана. В смысле, не 4, а 2. Если 5 яиц, то 2 банана. Вот, в моем случае, получается, на один противень 6 яиц и 3 банана. Но, тут, как говорится, каждый хозяин-барин можете делать, как вам захочется. Это мое личное изобретение. Вот, я показываю, как я делаю. Значит, отделили желтки от белков. Кстати, после этого у многих возникает вопрос, сделали безе, а куда же девать желтки потом? Я и этому нашла применение, очень интересно. Дальше я вам покажу, как эта проблема просто решается. Так, дальше продолжаем готовить. Сейчас будем взбивать белки. Так, сегодня, видимо, день такой. Все путаю я. Короче, сначала какие? Белки, белки. Потом. Сначала надо в блендере измельчить бананы. Так, сейчас начинаем. Белки, белки, белки. А вот, получилась у нас вот такая масса, такое банановое варенье. Так, сейчас. Так, вот я в результате перемолола 6 бананов. Теперь будем взбивать белок. Сейчас берем, опять же, блендер. Кстати, очень удобная вещь, компактная и классная. Так, и начинаем взбивать. Я использую вот такую большую вазу для взбить белка. Это очень удобная вещь. Здесь взбивать удобно и много помещается. Так, постепенно. Белок увеличивается. Взбиваем варенье. Так, масса становится все больше и больше. Ну вот, наши бежея формируются. Так, оно забусеет, как следует. Смотрим, переворачиваем. Да, все в порядке. Белок взбился хорошо. Все замечательно. Пики, все как нужно. Теперь, что мы делаем? Теперь мы добавляем сюда банан. Снимаю. Так, добавляем бананчик. Вот. Пол тарелочки, так как у нас на два противня, так пол тарелочки наших бананчиков, чтобы на два противня разделить. То есть тут у нас шесть яиц и три банана. Вот у меня на такой вазон получается. И продолжаем перемешивать это все. Перемешиваем, перемешиваем, пока банан не распределится по цене белков. Ну вот, мы смешали банан с белком. Сейчас будем все накладывать на противень. Так, нужно обязательно подготовить заранее в поддон с бумагой для выпечки. Я вот покупаю вот такую бумагу для выпечки. Вот. Сейчас будем накладывать безе. Чтобы накладывать, я использую вот такую большую ложку. Получаются большие безе. Начинаем накладывать. Так, накладываем. Вот такие большие безешки получаются. Безешки, пирожки. Называйте, как хотите. Так. Заполняем весь противень. Так. Сегодня у меня путаница полная. Вот. Конечно, заранее надо до всего этого разогреть духовку. До двухсот градусов. Я использую вот этот режим с верхним, с нижним подогревом и с вентиляцией. Так, вот. Короче, сначала духовку разогреть до двухсот градусов. Потом все это сделать и разложить на противне. Вот так будет правильнее. Так, ну, надеюсь, вы не запутались. Надеюсь, все понятно. Продолжаем дальше. И сейчас будем ставить в духовку наше безе. Ставим безе. Так, закрываем духовку. И ждем. Сейчас, по мере того, как будет готовиться, я буду вам показывать, как они изменяются. Ну вот, поставили еще второй противень с безе. Первый, как мы видим, уже покоричневел. Будем ждать дальше. Ну вот, наши безе или пирожки, как хотите, они похожи на такие булочки. вот такие вздулись. Сейчас их будем уже доставать. Потому что иначе передержим, они сгорят. Вот. И сейчас будем смотреть, что же с ними происходит, когда мы их вынимаем. вот такие у нас получились полубезешки, полубулочки. Сейчас вот они у нас без духовки, без нагрева начнут постепенно скукошиваться, сдуваться. А вот. Но, если вы не едите сахар, то попробуйте это безе сделать и увидите, что это достаточно вкусно. Особенно для людей, которые сидят на диете, у которых проблемы со здоровьем, как у меня. Это, можно сказать, праздник. Так, теперь я вам расскажу, что же делать с оставшимися желтками. Во-первых, нам потребуется вот такая вот миска огнеупорная, которую можно ставить в духовку, которая не лопается от нагрева. вот прямо в ней мы перемешиваем все эти желтки. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем до однородной массы. так, дальше. берем оливковое масло наливаем оливковое масло ну тут каких-то конкретных указаний нет просто вот я так сколько хочу столько и наливаю теперь возьмем соль если вы едите соль посыпаем немножко соли соли чтобы не пересолить так и опять все перемешиваем 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 вот так вот замечательно так теперь просто берем эту миску и ставим в духовку вот поставили в духовку и сейчас будем смотреть что у нас получится ну вот что у нас получилось такая яичница пирожок вот так можно запросто использовать желтки после безе и получать вкусную яичницу которую можно есть прямо из тарелки так что надеюсь вам мое видео было полезно смотрите мое видео всего хорошего бай-бай вот так вот вот так вот вот так вот вот и Продолжение следует...